Я очень долго не мог найти хороший рюкзак, и наконец-то я его нашел. Меня зовут Тимофей Якудзуев, поехали! Представляю вашему вниманию рюкзак фирмы Ojo. И это, на мой взгляд, самый лучший рюкзак. В первую очередь, я искал для себя рюкзак, который будет одинаково удобен и в дальних путешествиях, и в обычных передвижениях по городу, чтобы можно было туда положить ноутбук, бумаги, допустим, спортивную форму, жесткий диск. Такие вещи, которыми я пользуюсь ежедневно. Я пользовался рюкзаками различных компаний, и ни один из них не удовлетворил мои потребности. Это удобство, это легкость в пустом виде и многофункциональность. Предыдущие рюкзаки были все у меня походного типа, потому что я не мог найти рюкзак для города. В тех рюкзаках для похода обычно мало карманов. Один большой карман и несколько поменьше, но их очень мало было. Здесь же считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Карманов, в которых еще есть дополнительные отсеки. Как я уже говорил ранее, одним из решающих свойств при покупке рюкзака является легкость в пустом виде. То есть это когда рюкзак сам по себе, туда ничего не положено, он пуст, и он должен быть легкий. То есть, потому что другие рюкзаки, я их надевал, и они были уже тяжелыми, хотя я туда ничего не положил. Также, это удобная спина, широкие ручки, лямки и удобная спина. Кстати, забавная штука. Помимо небольших карманов, здесь еще есть вот такие вот кольца. Я уж не знаю, для чего они, но мне сказали, чтобы держать пальцы. Ну, я этим редко пользуюсь, не знаю, насколько это правда. Итак, первый карман. Самый находится в самом начале. Здесь у него немножко какие-то подушечки еще смягчающие. Для того, видимо, для того, чтобы будет удар, все равно немножко смягчает. Здесь находится один основной отсек, причем, видите, он не маленький. И еще два кармана. Их я использую обычно для проводов и жестких дисков. Сюда я ложу жесткие диски, потому что их у меня постоянно несколько. Следующий карман. Вот такой вот, он никак не застегивается, он просто глубокий. Сюда вы можете положить то, что вам нужно положить, вытащить, что не имеет особой ценности, но постоянно вам нужно этим пользоваться. Сюда я вложил как-то почтовый конверт и фильтр для фотоаппарата Polaric. Дальше. Следующий карман. Этот вообще карман очень волшебный. Значит, здесь у нас идет, тут еще, кстати, что-то лежит, какая-то бумажка. Здесь, как вы видите, есть маленький карман на сетке. Он застегивается. Основной карман, отсек. Потом, маленький, маленький кармашек на молнии. Под ним еще кармашек. Карманы для ручек. Вот такой вот отсек, застегивающийся, чтобы, видимо, что-то не потерять. Здесь у нас значки. Просто рисунок. Здесь карман поменьше. Карман на молнии. И еще один большой карман. Почему я назвал этот карман таким волшебным? Потому что я неоднократно сюда что-нибудь вложил, забывал в каком отсеке и не мог найти. И не мог еще быстро, в торопях, прощупать это. То есть, это, наверное, самый такой вместительный карман. Сбоку мы видим небольшой кармашек, который тоже не застегивается и на резинке, чтобы я еще как-то ставил селфи-палку. Дальше. По бокам. Один карман такой вот. И второй тоже похожий. Кстати, вот тут у меня лежат линзы для телефона. Дальше. Вот этот очень удобный карман. Он состоит из трех отсеков. Сюда, у меня всегда лежит здесь мышка для ноутбука, всякие провода и всякие флешки, аккумуляторы. Ну, здесь вы видите, это фотоаппарат, очки, наушники и мышка. Ну, как раз я его для этого и использую. Дальше. Самый большой поместительности. Отсек. Я его называю основным. Достаточно большой. И стоит вот сюда тоже можно получить бумаги. Маленький отсек. И основной. Сюда я ложу, как правило, одежду, большую зеркалку, объективы, сменную обувь. Если иду на тренировки. Здесь маленький отсек. Здесь у меня, как правило, лежат зарядка и очки, допустим. Здесь вот этот карман очень хороший. Он растягивается не до конца. И в нем три отсека. Здесь у меня, как правило, лежат бумаги и ноутбук. Также, как я уже говорил, есть карман на лямках. Лямки широкие. И есть усилители для спины. То есть спина очень удобная. Очень комфортно чувствуется в ней. И еще один такой нюанс. Я никогда не измеряю рюкзаки по объему вместительности в литрах. Ну, наверное, потому что я этого не понимаю. То есть вещи, я же не измеряю вещи, свои вещи в литрах. Ноутбук, компьютер, мазовские диски. Поэтому я выбираю, в первую очередь, сумку по удобству. По различным удобным для меня отсекам. Вот, по внешнему виду. И, собственно, сюда что я могу положить? Ноутбук, бумаги, зарядку для ноутбука. Всякие флешки, мышку, жесткие диски. Еще войдет в спортивная форма. Зеркалка, объектив. Фильтры для зеркалки. И еще всякие там устройства, типа микрофонов. И еще что-нибудь такое. Объективы для телефона. Щетка для одежды. Салфетки. И он не будет полным. Он останется в такой же форме. Волос не раздует. Потому что все очень удобно входит. Ну, естественно, нужно еще уметь туда не утрамбовывать, а использовать рационально. Друзья, рекомендую. Рюкзак Оджо. Модель. Блин. Не буду врать. Не знаю, какая модель. У Оджо очень большая линейка рюкзаков. Я пользуюсь этим рюкзаком уже несколько лет. У меня друзья брали его несколько раз при путешествии за границу. И я с ним уже использую его регулярно. То есть, это мой основной рюкзак. Так что я рекомендую вам рюкзак фирмы Оджо. Покупайте, не пожалеете. Он немножко дороговат. Он выходит немножко дороже, чем остальные сумки и рюкзаки. Но это того стоит, поверьте мне. Ну что же, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось, о чем я рассказываю. Пользуйтесь моими советами. С вами был Тимофей Кудзуев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok